Ну что ж, дурочки-пирожочки, всем привет! Добро пожаловать на канал Mobile Legends ChillStream. Я и есть ChillStream. Как вы понимаете из названия, челлендж на Алдосе у нас закончился. У нас мифик на Алдосе, поэтому в этом видео мы разыгрываем вот эту вот замечательную маечку с Алдосом. Я ее предварительно, естественно, постираю. Она на хромаке здесь немножко пропадает. У вас она будет нормальная, да? С нормальной картинкой. В общем, что нужно для участия в розыгрыше? Нужно подписаться на канал. Нужно написать комментарий своей социальной какой-нибудь сетью. Например, во Вконтакте или же Инстаграм. Ну и поставить лайк на видео. На самом деле, все жестко просто. Ну это по участию в розыгрыше. Ну и давайте, наверное, по самому Алдосу, как это было. Последнюю катку посмотрим, например. Или же... Да и все сразу. На самом деле, вот как раз-таки сейчас включил игру. Только-только закончил, типа... Только закончил челлендж. Вот как раз-таки за мифик пришло достижение. Хотя я перед этим еще на улицу успел сходить. Ну и давайте, наверное, разберемся с тем, что я использовал. К чему я пришел. На самом деле, на героя играть достаточно сложно. Соло лейн нужно идти топ. Он вообще плохо его стоит. Все, что можно делать, это прятаться под тавером. На самом деле жестковат. Но это интересно все же. За сколько там каток мне удалось это сделать. История. Вот последние катки, да? Какие хорошие победы получились. История. Аркадки. Нет. Какие аркадки? Не история. Профиль, наверное. Нет. Поле битвы. Фавориты. Да. Текущего сезона по рейтингу именно. Ну вот. Две катки пришлось сыграть на других персонажах. На мии, кстати, 3-0 коэффициент. Замечательная мия. Ну там. Всего хватало. Я не помню, в чем была проблема, кстати. А вот на Бруно получилось неплохо. По среднему урону, кстати, по нанесенному 3-100. Маловато. Но я больше, наверное, старался пушить. Сейчас мы еще глянем. Профиль. Ну, в общем, мне понадобилось сыграть 128 каточек с винрейтом 78,9. Ну, как раз-таки Бруно и Медок друг друга взаимоуничтожили, скажем так. Одна победа, одно поражение. Из них 47 мвп у меня. Причем, вероятнее всего, штука 35, наверное, было до как раз-таки Легенды. Король помощи 5 раз. Легендарный 31. Беспощадных 3. Ну вот да, беспощадных маньяков. Действительно, было достаточно на этом персонаже. И что еще я хотел глянуть и понимал, что я могу это глянуть. А, поле боя. Наверное, здесь. Вот, урон по башням. Да, действительно, я старался, наверное, как раз-таки настреливать по башням. Потому что, видите, по пушу у меня 8325. И это действительно самый наивысший здесь показатель. Плюс игра в лесу. Не знаю, где тут указано как раз-таки смерти за матч. Три с половиной. Ну ладно. Командный бой участвовал только в 50% боев. Тоже показатель не лучше. Хотя, когда вот 4, но это за счет того, что на низких рейсингах у меня что-то получилось. 15 маньяков. 4 беспощадных. Написано здесь. Видите, один, видимо, был не на моем герое. Не на Алдосе, на котором я все это делал. Ладно. Здесь закончили, а то это надолго может вообще затянуться. Все, давайте. Эмблемы убийцы я использовал. Как раз-таки мне понравился вот этот вот талант на произвол судьбы. Потому что кого-то влетаешь, он один. Как раз-таки хватает, чтобы урона, чтобы его добить. Ну вот примерно так я вкачивал здесь. И прокачивал бы в конце вторжения физическое промехновение. На самом деле я все это посмотрел у топа, который сейчас в топе. И снаряжение тоже сегодня поменял. И выбрал вот это вот исключительно с уроном. И исключительно вот таким вот образом и играл. То есть, да, прежде всего я, конечно, брал... Как я собирался? Я брал... Ну, вы увидите в катке. Я вам расскажу первым предметом. Я, естественно, брал охотничий нож. Два медальона. Сапог. Потом все это улучшал как раз-таки до магического сапога. И мачете хищника. Песконечная битва. Клинок семи морей. Потом скорее я бы брал все же штормовый пояс. Потом злобный рык. Но вот, когда я все это собрал дело, мачете хищника меняем, например, на... На бессмертие, да? И если прям туговато и мы не можем выиграть, то еще и клинок семи морей можете тоже поменять уже на крылья королевы апокалипсиса. Если там маги сильно давят, например, взять как раз-таки щиток афины какой-нибудь. Ну, то есть магическую защиту. Я думаю, вы знаете, как выглядит щиток афины. Вот он. Как раз-таки магическая защитка. На самом деле, все. Играл я разными сборками. Много чего перепробовал даже в последний день. Также я в последний день пробовал играть. И со вспышкой она у меня появилась. И вроде где-то получалось. Но я понял, что мне лучше спринт. Он кд, что на 20 секунд быстрее. Чаще могу использовать его. И действительно, если нужно убежать, мне спринт больше помогает. Потому что это антиконтроль, скажем так, от замедлений сразу же. И просто пулей и утекаешь. Советую ли я вам играть на Алдосе? В принципе, можно. Команда никогда не злится. Не говорит, что Алдос плох. Ну, возможно, у меня винрейт. Хотя, даже там на винрейт, на эпиках, на каких-нибудь внимания еще не обращают. Мне никто плохого слова ни разу не сказал. Типа, играешь на своей Алдосе? Играй ради бога. Я играл. Пытаюсь поддерживать. Часто крипов отдавали. То есть, понимали, что мне нужно. В общем, как-то так вашему вниманию представляется последняя катка. И, кстати, я, зная, что вероятнее всего это может быть последняя катка, я сразу же ее в прямом эфире записывал. Поставил как раз-таки запись и записал. Еще раз, ребят, напомню, что мы разыграем вот эту вот замечательную маечку. Может любой из вас принять участие в этом розыгрыше. И в данный момент уже спонсоры, вот когда выходит этот видеоролик, как спонсоры как раз-таки должны выбирать уже пятерку, которая будет как раз-таки отправлена на голосование всему каналу. Также потом двое доберутся до финала. И в финале выберем одного. Опять же, закажу маечку, закажу новую картиночку. И в понедельник мы начнем новый челлендж. Всех с великим днем победы. И приятного просмотра последней катки. Ну что ж, вот и добрались мы до последней, возможно, катки. Но если вы это видите, это точно последняя катка. И почему-то пинг 212. Серьезно? С таким пингом? Ладно, в последний день я приноровился первым делом покупать лесной охотничий нож. Брать магию. Естественно, мы идем на топ. И покупать два медальона. Но пинг вроде не ощущается сильно, что он существует. Мы идем на топ, прокачиваем первую способность. И пытаемся с первой партии забрать 9 стаков для нашей первой способности. Пытаюсь прожать чуть раньше, чтобы она уже начинала кэдэшиться. Последняя катка и такие провалы сразу же, да? Окей. Здесь вплоть по самому краешку заберем. Опять же, рекомендую еще одно ожерелье. Не понимаю, что с пингом. Пытаемся быстро забрать. Потому что те, кто обычно ходит на топ, они идут забирать красный баф. Это, скорее всего, адыка какой-то, да? И поэтому есть шанс успеть все это забрать. И да, сейчас я с этим справляюсь. Хотя первые рейтинги я играл совершенно иначе. Я играл в миду, там, где я только не играл в начале. Сегодня взял другую сборку. Хорошо. Отлично. Есть первый килл. Спасибо огромное селение, которое подтянулось на ганг. Такое существует... Ой, проходит, не знаю, бывает крайне редко. Но вот сейчас она подошла, и это здорово. Пытаемся... Да, факлак плюсую. Чисто плюсую. Здесь она, конечно, со смайтом состилила крипа. Ну и на самом деле я в прошлой катке для себя заметил, что, естественно, регена больше у это. У лазурного клинка уже я объединяю до лазурного клинка. И тем более не только регена больше. Ну и чистый урон плюс перезарядка навыков появится. Не стремлюсь пытаться забрать с того крипа, потому что можно на этом обжечься. Да, как раз-таки здесь вот ребята, в принципе, лучше отдать. Лучше не бороться, если играть со смайтом каким-то. Но в последнее время я играю исключительно со спринтом. Ну, в общем, это их крип. Я даже дергаться не буду. Первую прожал. О, не буду дергаться. Был бы смайт, подошел бы. Так не стоит. И вообще здесь лучше не лезть на рожон. Очень сложно стоять в соло на этом персонаже. Пытаемся стакать первую способность. Просто пытаемся добивать крипов. И это на самом деле самое важное. Но какая же хорошая катка намечается. Старт отличнейший. Просто, да, здорово. Бруно здесь кастует ультимейт. Сколько там осталось хп у него? Можно попытаться ворваться, может быть. Да, он поглотил урон весь своей пассивкой, как я понял сейчас. Выловить мне здесь больше нечего. Здесь еще и ланслот подошел. Наверное, я лучше все же отступлю. Потому что сейчас можно отъехать тут всем просто. И да. Двое погибло. Остался в живых только я. Ну и ланслот, кстати, тоже может попытаться зайти в этого крипа. Было бы хорошо сейчас либо купить сапог все же, да? Либо помешать ланслоту, чтобы он тут не спушил. Ну это одно другому просто не мешает. Ну, мешает мне ланслот. Наверное, мы на базу. Как раз таки открешется ультимейт. Я использую ультимейт на ранней стадии просто для того, чтобы быстрее добраться докуда-нибудь. Казалось бы, да? Франческо может там кого-то потащить. Ну и что мы видим? Ничего. И в принципе ультимейт отменяется. Поэтому мы вот так вот в ланслотика сейчас. Кстати, по поводу Тигрила. Один из худших просто героев. Для Алдоса постоянный контроль. Только влетаешь, он сразу же дает контроль. Забрали крипа, прожали регены. Наверное, опять на базу. Хотя на топе очень много крипов. Я постоянно так рискую. Я на этом много потерял жизни. Но при этом, благодаря таким рискам, я зачастую выфармливаю. Но вам посоветую. Вам посоветую ходить на базу. Как минимум первое время. Здесь просто стаки. И мне они очень сильно нужны сейчас. Вот краски двух крипов сразу забрали. Купил лесной предмет. Также Алдос получает у нас 10 стаков сходу. Если забирает тавр первой способностью. Поэтому пушить для нас тоже очень актуально. Но здесь мы не рискуем. Здесь мы отступаем. И есть у нас ультимейт. Лучше на базу. 6-4 счет. 2-3 ста у меня. И Гренджер, кстати, отлично фармит в моей команде. Здорово было бы, конечно, выиграть. Это последняя катка. Я к этому шел долго. Это 10-й уже стрим по счету. Но вот и Бруно здесь, да, рядышком. Он все прекрасно видит. Поэтому лучше я в него даже полечу. Чтобы он немножко такой типа нет. Надо отойти. Мы продолжаем. Тут дефать лайн. Первой способностью забирать крипов. Это самое важное. Я для себя сделал такие отметки. 100 стаков на 6-й минуте хорошо. 200 стаков на 10-й минуте. Это когда ты прям идешь хорошо. Остальное это когда ты идешь не очень. Ну, в принципе, да. Там если плюс-минус 10 у тебя в этот момент, то, ну, конечно же, разница небольшая. Вот, 78 стаков. Но еще 30 секунд есть. Я надеюсь еще до 85, до каких-нибудь стаков добраться. Может пойти ульта. Давайте спринт отдаем. И просто пытаемся здесь уйти. Как же мог хорошо залететь сейчас стан? Хорошо. Ну, вот тигрил. Но я думаю, вряд ли его удастся забрать. Поэтому кастанул мультимейт. Я наперед кастовал в надежде, что я полечу ланселота. Но не пришлось. При этом получаю ассисты. Опять же, там кто... Вот киллы делают. Да, вот на этот мне уже не дали ассист. На предыдущий килл, когда там забрали бруно, ассист мне дали. Здесь, в принципе, бафа не мне нужен. Да, надеялся, что эта штука появится. Я могу забрать мелкого крипа. Просто для стака. 90 стаков. Ну, в принципе, вот как я и говорил. Плюс-минус 10. Ну, неплохо. Минус топ тавр. И это, в принципе, моя вина. Но пошел... Немножко подстакался. Но нужно отомстить и забрать, как минимум, здесь тавр тоже на топе. Грэнджер в это время сносит тавр на боте вместе с франка. Здорово. Мы продолжаем гнуть свою линию. Не уходим отсюда. Даже если бы мы проигрывали, я старался бы стоять все же топ. Но вот как раз-таки забираю я тавр. Очень мало хп остается здесь у тигрилу. Но, наверное, придется кастануться. Придется кастануться, потому что иначе бы... Мне кажется, я его не смог забрать. И лучше, конечно, врага забирать тоже первой способностью. Потому что тоже 10 стаков. И вот наш самый любимый крип. Потому что одного крипа мы получаем мало того, что 6 стаков. Причем и 2 стака для... Для нашего лесного предмета. И на высоком уровне прокачки мы с одной тычки забираем сразу их двоих. То есть даже не замечаем. То есть одну кастуем первую и все. Черепахи мы так же, как и с лорда, и с тавра получаем 10 стаков. Если забираем черепах первой способностью. Со щитком, наверное, я мало историй показал. Не было, возможно, у меня причин его юзать. Хотя вы постоянно пытаетесь получить огромный щиток именно с первой способности. Это тоже очень важно. В принципе, стаков у меня достаточно. Бруно там немного хп остается. Можно попытаться ворваться. Тем более он ошибается. Прожму спринт, потому что попытаюсь я забрать еще здесь Эйдору. Но Эйдору забрать не получил. Кстати, это герой, на котором мне удалось сделать наибольшее количество маньяков и саваджей. Причем это все происходило именно в лейт-гейме. Чаще всего, когда я уже выформил стаков 250. И чувствую себя комфортно. Ну, по сборке вот выбрал сборку и просто собираю, что дают. Но это вот сейчас в этой катке. И отлично иду, соберу клинок семи морей, чтобы Бруно прям фул хп-хеповый улетал с одной тычки. Поэтому стараюсь дособирать. Плюс мне надо один стак от лесных крипов. Пытаюсь заранее всегда прожать первую, чтобы вследко стануть и вторую первую. Так же и с ультимейтом. Мы видим, что мы подлетаем уже. Но здесь вот близко. Поэтому я ее сразу прожал. Могу ошибиться здесь очень. Очень ошибиться. Грэнджер. Хорошо, что у меня есть подхиливающий крип. Прожимаю опять же заранее первую. Врываюсь крипа и забираю его. Жалко, что у меня нет спринта. Хорош. Грэнджер, конечно, тоже нафармил отлично. Поэтому легко справляется. Ну вот у меня два стака. И смотрите, удар. Какой я огромный щиток получаю. И у меня этот щиток около двух секунд. Помогает просто во всех секундах. Он спросил, сколько у меня стаков. Такое иногда бывает. Ну вот, кстати, до десятой минуты как раз-таки я сделал 200. Хочу ему написать, что у меня 200. Ну и проверим на горде как раз-таки клинок семи Маринча. Умрем так умрем. Погибать так с музыкой. Работает отлично. Вот здесь, конечно, расстроил меня ланселот. И следующая тычка мне бы дала огромный щиток. Да, мог бы последнюю катку бессмертей закончить. Но бессмертей как-то скучновато на самом деле. Нет. Точно не скучновато. Здорово играет Валир. Купил себе магический антихил. Ожерелье, заточение. Второй предмет у него сейчас здесь. В принципе, можно было бы немножко уже в защиту уйти. Ну и я рассказал, наверное, до этого. Поэтому не буду сейчас повторять по поводу сборки. И по поводу того, что собирать после того, как фул. Собрали предметы. Гранжера зовут следующую. А меня нет. Ну серьезно, что ли? Ну здесь просто ребят спугнуть, видимо. Потому что я тут замес не залечу. Но не прожимайте, если вы летите с самого начала базы, да? Куда-то далеко. Не прожимайте сходу первую способность. Она действует 2 секунды. Она просто перестанет действовать. И у многих заблуждение, что кастуй сразу же первую способность. А потом я долетаю, да? Если я сразу к основу. И мне просто и на колдауне моя. И при этом уже закончилось действие первой способности. Это может быть чревато большим-большим косяком. Если вы не хотите сильно-сильно косячить, лучше так не делать. Вот посмотрите, как здорово. Сейчас я забираю крипов. Да, тут не получилось двоих сразу забрать. Ну что, в анслотика? Боюсь, что он может к этому моменту... Да, нет. Не собирается. Он увернется, но это ему не поможет. Не поможет. Вот у меня есть спринт. В принципе, можно было бы его сейчас использовать где-нибудь. С Эйдорой, например. Кстати, где там Эйдора? Вторая способность увеличивать нам скорость передвижения. Я просто знаю, что будет сначала стан. А теперь можно прожать первую. И... Не хватило. Немножко урона. Но... Это вообще Эйдор уберет на этом ранге, да? Видимо, парень вот этого и хотел примерно. Мы могли бы проатаковать лорда, на самом деле. У меня очень много стаков. Как раз-таки он сейчас станет сильным. Идем сюда. Смотрите. Первая тычка. Вторую обычную. И опять же, чтобы получить щиток. На лорде надо всегда так играть. И опять же сейчас вот. Два стака. Ждем первую. Кастуем первую. И лучше, конечно, застилить лорда. Но здесь нам не дают это сделать. Нет такой возможности. Ну вот я для себя понял, что спринт для меня лучше всего подходит. Хотя, и вспышка хороша в некоторых случаях. Кстати, ланселот. Как насчет того, чтобы умереть еще раз? Наверное, нет. Сейчас почему-то мне желание пропало. Умирать? Ассист, кстати, да? Вот здесь вот уже мне ассиста не дали в этой ситуации. И в этой не дали. Даже по... Даже по... Как же его зовут-то? По тигрилу. Посмотрите, какой урон пролетающий. Ну, конечно, 270 стаков. Удалось настакаться. Ну, и сейчас можно исключить на по тавру тоже поиграть. Не удалось. Кстати, вот в такой ситуации тоже можно зайти под тавр. Тем более, под второй способностью тогда урон не растет. И тоже можно строго в трон. И от победы. И это победа! Наконец-таки. 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 Ребят, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Стоит ли покупать... Покупать Алдос? Решать только вам. Мне удалось взять мифы на нем. Вы уже видели. За сколько карточек. Я сейчас даже не знаю на самом деле. Но я вначале точно буду об этом говорить. Взять мифы можно на любом герое. Для вас. Для меня нельзя на фане. Как минимум сейчас. Огромное всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Всех еще раз с днем победы. И до скорого. Всем пока.